Этого человека без определённого места жительства зовут Юрий Васильевич Логутин. Он пенсионер, севастополец, ему 66 лет. А на улице оказался по семейным обстоятельствам. Из дома его выгнала сестра. У Юрия Логутина нет ноги, но он даже не помнит, как её потерял. В своё время ему пришлось перенести инсульт. Поэтому налицо частичная потеря памяти и невнятная речь. Как вас зовут? Юра, Юра, Юра. Юрий, как давно вы здесь уже? По-другому, по-другому. Как вы здесь оказались вообще? Как получилось так? Как вы себя чувствуете? Нормально. Но со здоровьем у Юрия Логутина не всё нормально. Кроме того, что у него нет одной ноги, начались проблемы со второй. В тех антисанитарных условиях, в которых он постоянно находится, это вовсе не удивительно. Ему помогают случайные прохожие. Кто персиком поделится, кто хлебом, а кто и денег даст. Но есть, по словам очевидцев, у этого человека закадычные друзья, которые всегда готовы потратить эти средства за него. Рассказывают продавцы, которые в ларьках мы подходим, что из жалости люди дают, кто 50, кто 100 рублей. Они вроде как отнимают у него, сами пьют и его поят. Оттуда вот такое состояние у него. Он давно уже очень, я его наблюдаю, то он там несчастный сидел, то на той остановке вот так вот сидит накрытый покрывалом, запах, конечно, неимоверный. Я вчера видела, что он просто, честно говоря, упавший с коляски лежал на земле. Но рядом стояла просто водичка обычная питьевая, то есть алкоголя у него не было. Прохожие неоднократно вызывали на место скорую помощь. И уже не единожды Юрий Лагутин попадал в больницу. Но после оказания незначительных медицинских услуг всё возвращалось на круги своя. За помощью мы обратились к уполномоченному по правам человека по Севастополю Павлу Буцаю. Он также подключил скорую к процессу. Прибывший на место врач отметил, уже не в первый раз видит Юрия Лагутина. Но основная проблема состоит в том, что этот человек постоянно находится в антисанитарных условиях. У него нет переломов, его никто не избивал. А значит, от чего его лечить? Бездомному померили давление, оно оказалось в норме. А после осмотра скорая отвезла его в третью горбольницу. Документов при себе у него никаких не оказалось, но там смогли выяснить, кто он и откуда. Самое главное на данный момент, что опять же севастопольцы проявили участие, не дали человеку быть в опасной ситуации. Спасибо также и вашему телеканалу, который проявили тоже милосердие и сопроводили его. Я очень удовлетворён тем приёмом, который его здесь приняли в больнице. Его помыли, он сейчас находится в палате. Помогают Юрию Лагутину и сотрудники Главного управления социальной защиты населения Севастополя. Врачи же проводят дополнительный осмотр и определяют, какая медпомощь ему может потребоваться. Очень внимательный терапевт в этой больнице, Марина Александровна. И, в общем-то, она, конечно, сетует на то, что он злоупотребляет алкоголем. В его ситуации, после пережитого инсульта, после того, что с ним было, в общем-то, при потере памяти, ему, конечно, это категорически запрещено. На данный момент у него нет признаков алкогольного опьянения. Но интоксикация присутствует, как врачи констатировали. У Юрия Лагутина есть сестра и двое детей. По словам Павла Буцая, он попытается связаться с родственниками и установить, почему этот человек оказался в такой ситуации. Светослав Данилов, Виталий Коломец, информационный канал Севастополя.